На фоне критического ухудшения отношений между Россией и Турцией в Москве задумались о пересмотре исторических договоренностей с нынешним врагом номер один. Двое депутатов Госдумы от КПРФ предложили денонсировать заключенный в 1921 году договор о дружбе и братстве между Россией и Турцией. Это соглашение определило нынешние границы Турции и стран Южного Кавказа. Вследствие сделки особенно пострадала Армения. И вот теперь у нее появился шанс возобновить территориальный спор. Между тем эксперты предупреждают, что последствия активности российских депутатов могут быть самыми серьезными. Это как минимум создаст опасный прецедент и поставит под сомнение принятый миропорядок. Армянский взгляд на московскую инициативу в репортаже из Еревана. Пересмотреть историю. Российско-турецкий кризис может отразиться на территориальных спорах почти вековой давности. В письме президенту Путину и главе МИД Лаврову депутаты от КПРФ предложили применить новые методы дипломатических санкций в отношении Анкары. Отказаться от московского договора о дружбе и братстве, заключенного между Турцией и Советской Россией, в марте 1921 года. Позже во исполнение этого соглашения был подписан Карский договор. В условиях нарастания турецкой агрессии нам следует юридически проработать возможность пересмотра всех невыгодных для нашей страны и ее союзников российско-турецких соглашений. Анкара должна понимать, чем может обернуться для нее эскалация конфликта. Только это может ее отрезвить и удержать от новых провокаций. Тогда в 1921-м Россия и Турция подвели итоги Первой мировой. Территории государств Южного Кавказа были перераспределены. Районы Западной Армении, Карса и Ордогана, Сурмалинский уезд отошли Турции. Батум вошел в состав Грузии. Бывшая Нахичеванская область, населенная армянами, отошла Азербайджану. А позже Баку был передан и Нагорный Карабах. Территория Армении в результате этой сделки сократилась вдвое. Современная республика Армения Карский договор не признает. Впрочем, армянские парламентарии расценивают поступок коллег из Москвы скорее как пиар в преддверии выборов в Государственную Думу. Курьезным, по мнению депутатов, является и то, что братский договор с Турцией заключало советское правительство. И коммунистам стоило бы об этом помнить. Есть очень много других вопросов, где надо этой политической поднимать вопрос. Например, почему Россия продает оружие Азербайджану? Почему в свое время инвестиции, которые были обещаны, не были сделаны? Почему российская компания, которая здесь была в монопольной ситуации, скажем, с электрическими сетями, проявляла такой плохой менеджмент, что цель на электричество поднялась? То есть, если необходимо показать, что вы в реальности задумываетесь о судьбе своих союзников, есть очень много других вопросов. А так, я думаю, это просто как бы карточная игра, и здесь как бы ту новую карту придумывается в России, которую потом будут в российско-турецких отношениях использовать, больше относиться с иронией. Но почему бы не воспользоваться ситуацией, задаются вопросом прагматичные политологи, если у Москвы стратегического партнера Армении портятся отношения с Анкарой, историческим врагом Армении, то Еревану было бы стыдно не извлечь из происходящего пользу. Если целью российской стороны было вызвать у Турции беспокойство, думаю, это у них получилось, так как в турецкой медиасфере этот вопрос очень обсуждается, и турецкий комплекс боязни, касающийся армяно-турецкой границы, увеличился. В этом есть один положительный фактор. В России есть понимание того, что карские и московские договоры в юридическом плане уязвимы, и в зависимости от ситуации могут быть пересмотрены. Это первый подобный случай за весь постсоветский период. Соглашение о дружбе и братстве между Россией и Турцией продлевается каждые 25 лет. Приближается срок очередного подписания. Москва может этого не делать. Уязвимость договоренности эксперты объясняют еще и тем, что Советская Россия и Кемальская Турция в момент подписания в 1921-м были непризнанными государствами. А ведь именно эти документы фактически определили границу между Арменией и Турцией, странами, между которыми по сей день нет дипломатических отношений. В начале прошлого века в вопросе армяно-турецкого территориального деления Москва интересам армянского государства предпочла интересы турецкого. Сегодня совсем другая история.